Мастера индустрии красоты, как правило, остаются за кадром. Ведь не всегда клиенты рассказывают всем подряд, где сделали укладку, макияж, маникюр или наращивание. Но в профессиональных кругах своих героев принято честовать. Так, например, в Челябинске прошла церемония премиум бьюти. Подробности далее. Бьюти-бизнес, связанный с косметическим обслуживанием, наиболее успешен, если помимо прямых услуг его клиенты получают неподдельное внимание и искренние эмоции. В Академии наращивания ресниц премиум бьюти этому не только учат, но и живут этим. После учебы в ее стенах успехами учеников активно интересуются и стимулируют их к новым победам и знаниям. Академия премиум бьюти организовала для нас такое прекрасное мероприятие, за что хочется нам всем сказать спасибо за ваш вклад в нас, за то, что вы тянете нас за собой вверх. Спасибо вам. Сегодня у нас проходит ежегодное мероприятие по награждению мастеров, которые достигли своих побед в области лошиндустрии. И наши ученики сегодня будут награждены отдельными кубками и помещены на доску почета. Формат кулинарного мастер-класса не случайен. Ученики Академии – люди, которые любят красоту и непрочно учиться чему-нибудь новому. Мы решили как-то разнообразить наше ежегодное событие. И сегодня впервые мы выехали за рамки нашей Академии и встретились здесь. И действительно, компания довольно-таки близкая, потому что здесь все только ученики наши. Мне нравится заниматься наращиванием ресниц, вообще работать в индустрии красоты, участвовать в конкурсах, повышать свой профессионализм. Я занимаюсь этим уже шесть лет, наращиванием ресниц из города Шадринска. На таком мероприятии я первый раз. В прошлые годы не было возможности просто приехать. Так что я пока эмоции заполняю. Я была в декрете и стало скучно, поэтому решила заняться ресничками и выбрала школу Академии премиум-бьюти. Я совершенно случайно попала в Академию премиум-бьюти и безумно этому рада, счастлива, что здесь я предпривала не только знания по наращиванию ресниц, а именно свою ресничную семью. Я мечтала заниматься наращиванием, вообще как-то это случайно получилось. Наверное, просто у меня был неудачный опыт наращивания ресниц. Ну и появилось желание вообще просто познакомиться с этой процедурой. Ну и нашла в интернете именно эту школу, познакомилась с ней, с ней не расстаюсь до сих пор. Мне нужно было хобби, какое-то увлечение. Я вот собралась идти на наращивание ресниц, нашла школу премиум-бьюти, премиум Аленину. Ну и вот как-то так и получилось, что до сих пор занимаюсь. Алена очень чуткая, очень добрая к нам, ко всем, поддерживает нас, любит нас, кумы ее. Умничка. Я очень люблю Аленку. Не только дружить, но и поконкурировать. Академия также дает возможность. За плечами премиум-бьюти четыре грандиозных турнира Grand Lashes. Свои навыки и талант все желающие могут проверить в нем аж в трех номинациях. Классическое, объемное и фантазийное наращивание. Кстати, именно Grand Lashes первым стал вручать победителям корону. Эту традицию не планируют прекращать и в этом году, на юбилейном пятом турнире. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Одно из главных спортивных событий весны – чемпионат мира по бальным танцам, который наш город примет с 6 по 8 апреля. За эту возможность Челябинск боролся с городами Польши, Австралии и Израиля. Символом чемпионата стала птица. Ее же образ стал отправной точкой в конкурсе фантазийного макияжа, устроенного в его поддержку. Танцевальный спорт является на самом деле очень красивым, зрелищным. И любая девушка, выходящая на паркет, на танцевальную площадку, имеет всегда красивый макияж. Это основное правило. И нам захотелось использовать основные тенденции макияжа этой весны, которые бы прослеживались на ведущих танцовщицах, участницах чемпионата мира. И поэтому мы хотели посмотреть, насколько известны визажисты видят этих девушек с точки зрения птицы, моды. Это на самом деле очень интересно, потому что я коммерческий визажист и больше работаю с клиентом. И всегда ориентируюсь на пожелания, на мнение клиента. А сегодня была такая редкая возможность замысл воплотить. Участники исключительно опытные визажисты. А потому идей для фантазийного и тематического мейкапа у них оказалось предостаточно. Модели конкурса подопечные танцевального клуба «Виктория». Знают и умеют, как все это презентовать. Как правило, любая танцовщица умеет сама накладывать макияж. И для них было очень полезным, чтобы они какие-то новинки, находки использовали дальше уже в своей деятельности при выходе на танцевальный паркет. Мне кажется, вообще в судьбе визажиста важно каждое мероприятие, которое происходит. Ты можешь развивать свою креативность. Ты можешь не подавлять свои какие-то креативные возможности, которые ты можешь реализовать. Ты стараешься, не знаю, что у тебя сидит в голове, выразить хотя бы в каких-то конкурсах, съемках. Было интересно посмотреть, безусловно. Так как я человек, скажем так, сторонний и больше смотрела своего субъективного взгляда. Безусловно, визаж – это отдельное, скажем, искусство, которое очень глубокое и очень большое поле для творчества. Это прекрасно, что в нашем городе вдруг стартанул такой чемпионат, приуроченный именно к бальным танцам. Визажисты, которые участвовали, они так или иначе отразили эту идею творчества и фэнтези. И это такой свежий ветер, весна 2018 года. Я почувствовала эту радость. Как обычно, работа в жюри достаточно сложная, приходилось много спорить. У каждого из нас специалист в узкой своей специальности, но мы старались делать какие-то обобщенные в целом критерии. И несколько работ прямо бросились в глаза своей выразительностью, своей какой-то правильностью, определенной чистотой. И таким образом мы нашли сразу двух лидеров, ну и разделили пополам еще остальные, как третье место. По результатам голосования лучшей в первом конкурсе по фантазийному макияжу стала Регина Юланова. Что меня впечатлило, очень красивые глаза у модели, очень красивый цвет. И поэтому, исходя из этого, я выбрала цвет макияжа. Кой цвет бордон, на самом деле, намешал очень много оттенков. У него такие сини-серые глаза. Такой цвет очень подчеркивает, как цвет антагонист, он очень подчеркивает такой оттенок глаз. Чемпионат по танцевальному спорту такого уровня в нашем городе состоится впервые и уже через месяц. Его организаторы ожидают порядка четырех с половиной тысячи спортсменов и гостей из более чем 20 стран. Ну а пока город живет в ожидании этого красивейшего события наших дней. Снизить вес до желаемых результатов от 12 до 15 килограмм в месяц. Быстро, легко, комфортно. Город Челябинск, Комсомольский проспект 42Б. Телефон 725-96-17. Лет 10-15 назад в нашей стране успех и высокий уровень жизни еще определялись понятиями дорого-богато. Сегодня на смену этому пришли такие явления, как качественно и со вкусом. Именно об этом пойдет речь в нашей рубрике «Портреты». Раньше это называли рукоделие. Сейчас все чаще можно услышать западное хендмейд. Но как бы ни именовали это явление, его связь с творчеством остается неизменной. Ведь мастер вкладывает в дело всю свою любовь, благодаря чему предметы становятся одушевленными. Ирина Кравцова всю жизнь увлекалась рукоделием. В какой-то момент ее увлечение стало профессией. В нашем городе, как, впрочем, и за его пределами, Ирину знают как автора предметов домашнего текстиля, а также мастера коллекционных кукол ручной работы. Начиналось все с детства, когда родители работали. А мы все искали себя и бегали по разным кружкам. И были курсы кройки, шитья, ну такие детские. После школы было желание поступить в институт легкой промышленности. Но их было всего два. В Москве и в Омске. Мама решила, что меня нельзя никуда отпускать. При факультете механико-технологическом был заочный институт легкой промышленности московской. Но это только технолог. Мне это все не понравилось. В один прекрасный момент я зашла в магазин швейный. И увидела, ну это было давно, наверное, лет семь назад. И увидела какую-то такую маленькую выставку, презентацию женщины, с куклами Тильды. И все это было так мило, душевно, по-домашнему и примитивно. Я решила, что я тоже так смогу, и я хочу это домой. Постепенно, постепенно я увлеклась куклами. Куклы, наверное, было, ну это было самое первое, текстильные куклы. В разных вариациях. В очередной раз, заходя в этот швейный магазин за тканями, я увидела вот эту вот швейную машинку. И я стояла такая завороженная, что, ну, я не могла оторваться. Все было решено, что я очень хочу этим заниматься. Все это нравится. Нет, куклами я не перестала заниматься. Они идут параллельно, но в гораздо меньшем, наверное, таком объеме. Девушка с короной на голове, она не придет специально в магазин и не купит этот набор. А если, например, какой-то вот этот вот женский клуб, то когда вот собираются, и ты волей-неволей все равно вовлекаешься. Да это даже какой-то соревновательный момент, что ты увидишь, кто-то делает, получается, почему я не могу. Ну, а потом мне было даже приятно именно эмоции людей. Индивидуальные дизайны, как они делаются. Человек хочет какую-то, ну, какую-то определенную тему, какую-то определенную картинку. Это не так, что многие думают, ты взял эту картинку, загрузил в компьютер, и она тебе выдала, и вышивай. Дизайнер, он дорабатывает, чтобы это было качественно как с изнанки, так и снаружи. Вот дизайна я не создаю. Создает специальный человек. Она сама из Донецка, и тоже уже понимаем, ну, с полуслова друг друга. Я увидела какую-то картинку, я и загорелась. Все, я не могу, я спать не буду. Я тут же звоню Эмме, скидываю я этот дизайн, говорю, Эмма, пожалуйста. Я даже не знаю еще, куда его применить, но он мне понравился. Она мне его сделала, я отшила, убрала, и дальше продолжаю. Вот пока вышивка, она занимает вообще, ну, все мое пространство, мне это очень нравится. Но это не хобби, но это что-то большее. Я не хотела бы вовлекаться в производство, что увеличивать какие-то объемы, но это не мое. Мне вообще приятно этим заниматься, это не только ради какой-то прибыли и денег. Это просто приятно. Я захожу в кабинет с утра часов с 10, если я в 11, если у меня большой заказ, я в 11 вечера выключаю свет, обязательно подхожу и глажу машинку, что ласточка. Вы смотрите Beauty Time. Мы читаем далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. 70-е, десятилетие женственности, подарила миру моды, элегантные брючные костюмы, вязаные пулловеры, этнические принты и длину миди. К счастью, все эти элементы встречаются и в наше эстетически сумбурное время. Плессированная юбка, являясь приметой эпохи 70-х, сегодня может подаваться с джемпером сложной фактуры, а также вписываться в стиль спортшик. Блуза с бантом или рюшами не требует дополнительных украшений. Сегодня ей найдется место в сложных комплектах с участием разнообразных фактур. Серые брюки с водолазкой оттенка хаки с точки зрения линий повторяют моду 70-х, а с точки зрения колористики сочетание теплого с холодным вполне соответствует сегодняшнему дню. Какой бы эпатажной ни была современная мода, в ней все равно присутствует настоящая эстетика. Тому пример увлеченность современных дизайнеров 70-ми. А значит, есть возможность выглядеть во всех смыслах женственно и при этом оставаться актуальной. Нейл-дизайн, художественное оформление ногтей, сфера, которая граничит с искусством. Материалы, идеи, авторские рисунки мастеров маникюра все это в продолжении выпуска. Красные ногти и классический френч варианты маникюра, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из моды. Но если очевидные нейл-решения уже не вызывают нужных эмоций, можно найти более интересные варианты дизайна. Имеются различные виды дизайнов. Мы стараемся следить за тенденциями. Используем очень-очень различные виды материалов. Используем гель-лак покрытия только одной марки. Мы уверены, что у клиента не будет аллергических реакций. Маникюр с изюминкой – беспроигрышная лотерея, которую нейл-мастера эксплуатируют вовсю и совершенно по-разному. В помощь им идут различные материалы и техники выполнения. Виды дизайнов есть разные. Различные посыпки, втирки и ручная роспись. К тому же у нас очень много мастеров, которые обладают ручной росписью, которая не заменит никакие наклейки. Есть гель-лаки, которые называются «Кошачий глаз». Это сейчас очень модно. Гель-лак «Кошачий глаз», но дизайн будет выглядеть по-разному, потому что используются разные магниты. Однотонный маникюр уже давно перестал ассоциироваться с просто покрытием одним оттенком. Мастера вовсю добавляют различные фактуры. Например, велюр, бисер или песок. Мы можем создать глянец на ногтях, покрытие просто топом. Также мы можем покрыть матовым топом, и ноготочки становятся матовые, не блестящие. Мы используем различные виды посыпок, которые дают фактуру, ленты, при помощи которых можно создать графику на ногтях. Есть огромное количество слайдеров, которые позволяют создать на ноготочках и объем, геометрические фигуры, полосочки, луночки, френчи. Все это мы умеем делать и используем в своей работе. Стилисты советуют рассматривать тенденции маникюра в контексте с макияжем, ведь образ должен быть целостным и гармоничным. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Студия маникюра и педикюра Лаки в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия Лаки. Проспект Ленина 65. Если нужно, поможем с парковкой. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment. Завершение выпуска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Big fat thing overflowing Skin tight dress couldn't hold it Way too thick like it's swollen Boy you're too bad and you're numb Boy you drop down this focus When I don't clap, that's a bonus Black cake looking as a poison Black cake full, that's a crisis Bring that body my way Can't take it off my breath Look like a new ballet Oh tight when you tip-toe Shake something when you tip-toe Oh tight when you tip-toe Shake something when you tip-toe No breaks when you push that back Left right through it just like that All tight when you tip-toe Oh-oh-oh-oh God bless you from behind it One hand up like the hyphen First last heat when you ride One that thing like it's finest Bring that body my way Can't take it off my breath Feel like a new ballet Еще больше сюжетов о красивой жизни Новости и анонсы модных событий На сайте bt31tv.ru И на наших страницах в соцсетях Ищите нас по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен До встречи Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула Мы работаем, чтобы вы были стройнее Моложе и счастливее Стилисты проекта Модный дом Я Имидж студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова